Усиленные меры безопасности стали причиной предлагерного скандала. Сегодня в 9 утра на площади Ленина дети должны были отправиться на отдых в лагерь. Всех усадили в автобусы, но час проходил за часом, а отправляться в дорогу сотрудники ГИБДД так и не разрешали. Должны были в 9.30 отправиться, отправить детей уже в лагерь. После нескольких часов стояния устали. Выяснилось, что ГАИ не пропускает автобусы, требует какие-то договора. Это безобразие, конечно. Везде ходят документы, проверяют. Дети уже в туалет хотят, есть хотят. В принципе, в туалет не хочется, потому что ничего не ели. Желательно, чтобы в следующий раз было более быстрее. Как-нибудь организовывание. Три часа ждем. Просто устали. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему детей в лагерь не отпускаете? Потом подольше пройдите. А что проверяете-то? Мы приехали к сотруднике ГИБДД, еще какие-то с проверкой. Сказали, что какие-то документы, каких-то запятых нет или что-то. Я, конечно, все понимаю. Надо было по-человечески к этому моменту оттащиться. Автобус в порядке, все в порядке, надо ехать, а не просто стоять. Родители в шоке, мы тоже. Нам никто официально не подошел, не сказал, что причина в том-то, ждите столько-то. Ничего такого сделано не было. Обычно, когда есть причины, да, эти причины дают списком, и там, если их надо устранить, то устраняется списком, и все хорошо. Так нельзя с детьми обращаться. Рауты езжать, три часа стоят, слишком уже, да, без воды, без туалета, а? Небольшая задержка, мы все исправляем, разбираемся. А в чем проблема-то? Сейчас, я пока сама не знаю. Организаторы перевозки очень халатны, если есть к требованиям, предусмотренные на представлении правительства 1177 об утверждении правил организованной перевозки группы детей. Не были назначены должностные лица, ответственные за перевозку. Не был назначен медицинский работник. Отсутствовали практически все документы. То есть документы, как вы видите, готовились на коленке организаторам перевозки. Вот в таком виде. У нас пять лагерей. Мы каждое лето отправляем по 20 отправок таких дел. И еще никогда никто с нас не требовал медицинскую лицензию. Ну, а инспектор, в принципе-то, он показывает бумагу. Вот закон, давайте там на врача, что медицинская лицензия и так далее. Вот если не будет одного пункта, значит, как предоставите, тогда и поедем. Ну, эти все документы сейчас им предоставим. Все это у нас в наличии. Сейчас буквально минут через пять все поедут. Кстати, после трагедии в Карелии проверки были проведены во всех нижегородских лагерях. И, как сообщили в правительстве области, было выявлено лишь несколько нарушений, связанных с оформлением документов. Продолжение следует...